Строительство нового магистрального водовода ведется от насосной станции Сочи-Водоканала, расположенной на улице Подгорная. Трубы проходят через улицу и переулок Пасечной до улицы Чехова. Водовод протяженностью 850 метров снабжает не только многоквартирные и частные дома по Пасечной, но и практически весь микрорайон Юбилейный. Водовод очень важен. Он подает воду на насосную станцию Пасечная из главного водозабора. Старый водовод имел многочисленные утечки. Эти утечки беспокоили и нас своими потерями, Сочинский водоканал и жители района. В данном случае мероприятия выполняются за счет привлеченных инвестиций, что для нас очень важно, потому что работ в городе очень много и, конечно, такую работу по перекладкам необходимо вести в комплексе. К сооружению нового водовода специалисты приступили около двух месяцев назад. Большая часть работ уже выполнена. Сейчас ведется монтаж сетей на переулке Пасечной. Производить работы в кустонаселенном районе на таком сложном горном рельефе трудно, говорят специалисты, но графика стараются придерживаться. Там тяжело технику поставить, тяжело эту трубу поднять. Очень много приходится ручной работы, лебедками поднимать эту трубу, монтировать. У нас электричества постоянно нет, используем генераторы. Постоянно вода прибывает, старая труба пробита, насос, помпа работает, воду выкачиваем, преодолеваем трудности. Диаметр нового водовода 600 миллиметров. Трубы выполнены из стали и имеют внутреннее полимерное покрытие. Это позволяет значительно увеличить срок их эксплуатации, значит, обеспечить бесперебойным водоснабжением целый микрорайон. Часть труб проходит через территории частных домовладений, поэтому строители стараются сразу выполнить восстановительные работы. В частности, по переулку Пасечному мы отремонтировали дорожное покрытие, отсыпали его щебнем, что в последующем, значит, при окончании работ будем продолжать такого плана работы, делать тротуарную часть и проезжую часть, чтобы она соответствовала всем нормам. По словам представителей подрядной организации, все строительные работы будут завершены до конца месяца. Затем специалисты приступят к пуску наладки нового водопровода и благоустройству территории.